Девушки отдыхают И он мой друг из пресла Калифорния Давайте поприветствуем Архиепископ Давайте, покажите ему свою любовь Спасибо Отец, мы почитаем тебя И мы превозносим тебя И благословляем твое имя Ибо это основная сущность человека Чтобы мы все прославляли тебя И наслаждались тобой все дни жизни нашей И поэтому мы присоединяемся своими голосами С гимном прославления Который воспевается ангелами и архангелами Силами, мироправителями, владычествами Множеством архи-серафимов И шестикрылых хирургимов Которые закрывают свои лица и ноги Летая навстречу друг к другу Упояя и возглашая, что ты свят Небеса и земля полны твоей славы И поэтому мы восклицаем Асана В вышних И поэтому, Бог, мы пришли воздать славу твоей славе Превозносить и провозглашать Возносить и благословить твое наисвятейшее имя Мы пришли поклониться тебе И как вторичная последствия нашего поклонения тебе Говори к нам Говори к тем, кто смотрит И к тем, кто собран здесь Говори к нам, не чтобы мы послушались Но чтобы мы достаточно созрели Чтобы справиться с весом твоего слова Говори к нам не из внешнего двора Но из святого святых Отец, ты послал нас сегодня не проповедовать молоко Но проповедовать мясо Мы голодны по твоему слову Явление твоего слова приносит свет Сейчас, Бог Более всего Дай мне ясность мысли и четкость речи Пожалуйста, помажь меня тем же елеем Которым ты помазал своего сына Иисуса Дабы слова, которые я говорю, не были моими Но твоими для назидания этих твоих людей Мы молимся об этом во имя твоего И для народного сына и нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа Через твой дух Аминь и аминь Благословит вас Господь Давайте мы дадим Господу хвалу Прежде чем вы сядете на свои места Благословите имя Его Ибо Господь достоин Аминь Вы можете садиться Это большое благословение быть здесь Мы благодарим Тибиен и, конечно же, пастора Гальхара И Пол и Джейм за это приглашение И мы верим, что все срабатывает в соответствии с Божьим временем и Божьим распорядком Кто из вас наслаждался сегодня служением музыки, а? Это сильно видит молодых людей, протирающихся к Богу Библия говорит, что это поколение грядущее прославит Господа И Бог взращивает поколение, которое признает Его И прославляет Его И исполняется Его присутствием Это немного о том, что я хочу немного Из того, что я хочу поделиться с вами сегодня некоторыми вещами о Божьем присутствии Если у вас есть Библия, откройте со мной 1 Паралипоменона, 15 главу Нечто в моем духе, чем я хочу поделиться с вами, потому что Дух Святой работал со мной 1 Паралипоменона, глава 15 Стих 3 И Библия говорит, что Собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место Его, которое Он для Него приготовил. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место Его, которое Он для Него приготовил». Стих 12 говорит, «И сказал им, «Вы, начальники родов левицких, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое Я приготовил для Него». Стих 13. «Ибо, как прежде, не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно». И осветились священники и левиты для того, чтобы внести ковчег Господа Бога Израилева. Слава Богу пророков, и да будет милость Его на нас вовеки. Еще раз послушайте стих 13. Очень важный текст. Очень важный. «Ибо, как прежде, не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно». Я хочу услышать вам сегодня немного, около 40 минут, сколько мне дали, что обычно всего лишь мое вступление. Я подхожу к своему первому выводу к завершению 40 минут, но я хочу поделиться с вами на тему предпосылки Его присутствия, предпосылки для Его присутствия. Давид получил эту обязанность, когда он стал царем над Израилем. Теперь это его ответственность принести ковчег Завета обратно в Иерусалим, чтобы установить Божье Царство. Итак, история или текст говорит нам ранее, что первый раз, когда они понесли ковчег Завета, когда они первый раз понесли его, они понесли его не так, как Бог сказал им это делать. Давид возвращается в истории, и когда он возвращается назад в историю, он уходит лишь на определенный отрезок времени, и вы помните, что когда филистимляне ранее принесли ковчег Завета, когда они послали его обратно в Израиль, и они послали его на колеснице, ведомой коровами и животными, Животные привезли ковчег Завета обратно в Израиль, и он находился в доме Авенадама определенное время. Завершается 20 лет, и по завершении 20 лет Давид говорит, «Давайте принесем ковчег Завета». И он сделал колесницу, поставил животных, чтобы везти колесницу, и поставил ковчег Завета на нее. И Библия говорит, что когда они везли ковчег Завета, ковчег Завета упал. Ковчег всегда представляет собой Божье присутствие. Это ковчег, где Шикайна, Докса, Зихобот на иврите. Присутствие Божье представлено, и всегда есть Божья вездесущность. Когда мы думаем о Боге, Бог везде одновременно. Но только Израиль мог наслаждаться Его резидентным присутствием. Итак, мы знаем, что Бог со всеми, но со Своим народом. Он лично с ними. Что есть Его присутствие, которое принадлежит Его народу, которое не везде найдешь. Куда бы мы ни посмотрели, там есть Бог. Нет места, где Бога нет. Бог во всем и превыше всего. Он более велик, чем все, что есть. Но для Своего народа, Его народ имеет Его резидентное присутствие, Его славу, Его Шикайну, Его пребывающее присутствие. Есть нечто о Божьем народе, когда мы собираемся, чтобы поклоняться. Когда Бог приходит посреди нас, Своим присутствием, которое настолько ошеломляет, которое настолько очевидно, что невозможно отвергать, что Божий народ отличается не своей одеждой, не стильным одеждой, не тем, какие машины они водят, не тем, в каких домах они живут, не стильным прически, ничем из этого, но они отличаются Его славой, Его присутствием. Это то, чем мы пожертвовали в своих церквях. Мы построили соборы, мы теперь делаем сильное ударение на то, насколько прекрасно выглядят наши церкви, потому что теперь мы преуспеваем, и мы делаем сильное ударение на нашу систему акустики, и на нашу музыку, и так далее, но, однако, в то же время, что должно отличать нас, будь ты в Хибаре или ты в Соборе, это не величие твоего здания, а величие твоего Бога. Присутствие Божье должно стать приоритетом в жизнях людей. Итак, Библия говорит, что Он посылает, чтобы принесли Ковчег Завета, и для того, чтобы принести Ковчег Завета, Библия говорит, что Он исследует, Он разбирается с историей, но Он недостаточно далеко возвращается в истории. Понимаете, наша проблема в том, что мы хотим Божьего присутствия по-нашему. Мы хотим привести Бога в Его дом, но мы хотим привести Его в Его дом на удобных для нас условиях, чем мы наслаждаемся, что нам нравится и что служит нам. И поэтому мы обустроили большинство своих служений, мы обустроили большинство своих церквей, чтобы вмещать людей, но не вмещать Бога. Бог стал вторичным последствием. Он стал... Он больше не является приоритетом в наших служениях, или в наших церквях, или даже в наших жизнях, как молодежи. Бог больше не является приоритетом. Для большинства из нас приоритет — это вписаться, или то, что стильно, или то, что делает меня принятым в толпе, или что необходимо, чтобы я чувствовал себя лучше сам в себе, и поэтому мы сейчас строим церкви, как мы это называем, служение чувствительное к ищущим. Мы обустроили наше служение, чтобы привлечь людей туда, а не привлечь туда Бога. Что ты должен понять, что ты можешь иметь прекрасную церковь, и она может быть напичкана тысячами людей, но если там нет Бога, это мавзолей. Там нет ничего, что принесло бы тебе исцеление или освобождение. Что отличает нашей церкви от аудиторий и от зданий, которые развлекают нас, это то, что там есть Бог. Не вы причина, что мы пришли сюда. Он причина того, что мы пришли сюда. И он приходит, потому что мы сконцентрировали свой интерес на том, чтобы привлечь его сюда. Понимаете, мой бесконечный интерес в том, чтобы привлечь Бога на это служение, потому что если ты вернешься на следующей неделе, это не важно. Понимаешь, ты никогда никого не исцелял, ты никогда не спасал никого, ты никогда не освобождал никого, поэтому если ты не вернешься, это ничего не изменит. Но тот, чье присутствие нам нужно, каждый раз, когда мы зовем его, каждый раз, когда предлагается апоклиф, каждый раз, когда мы задействуем силой Духа Святого, если он не появится, тогда у нас проблемы. Поэтому церковь обязана сделать инвестиции. Христианские сообщества обязаны сделать эти инвестиции в то, чтобы Бог пришел туда. И тогда ведь посылает за ковчегом Завета. И когда он посылает за ковчегом Завета, Библия говорит, что когда они несут его на место, они несут ковчег Божий. Библия говорит, что он падает. Прежде всего, он взыскал Бога. Библия говорит, что в одни Саула люди не искали Бога, что может быть очень разоблачительно к нашему существованию сейчас. Потому что мы живем в поколении, которое не ищет Бога. Мы живем в поколении, которое взыскало друг друга. Взыскало того, что срабатывает. Мы хотим знать, что ты думаешь обо мне, что они думают о нас, и что сообщество говорит. Но мы не хотим знать, что Бог говорит. Мы не взыскиваем Господа. И должна быть страсть снова взыскать Господа. Мы должны спросить, почему Мисклиева и у всех этих психологов, что является основой их успеха? Люди хотят знать, но они ищут не у тех людей. Они не ищут у Бога. Саул искал, но не от Бога. Он искал уже пророка. И сегодня у нас поколение, которое не хочет слушать, что Бог хочет сказать. Они хотят прикосновения к своим эмоциям. Они хотят, чтобы их интеллект стимулировался. Но они не хотят Божьего присутствия. Они просто хотят чувствовать себя лучше. Мы приходим в церковь ради гарантийного ремонта. Не из-за того, что весь наш интерес в том, чтобы Бог пришел. Мы не видим себя... Есть великий русский писатель, богослов Александр Шменин. И Александр Шменин сказал, что мы были созданы доксологическими существами. Мы были созданы быть поклонниками. Пойми, когда мы не поклоняемся, все творение страдает. Все, что... Все они на своем месте, из-за того, что мы не поклоняемся правильно. Все страдает из-за того, что окончательный аспект человечества, причина, зачем мы были сотворены, это поклоняться. И поэтому, когда мы не делаем то, ради чего мы были сотворены, все страдает. Когда мы, являющиеся венцом славы Божьей, когда человечество решает бунтовать против Бога и решает, Римлянам 1 говорит, поклоняться творению более чем Творцу, когда мы решаем избрать себя центром своей жизни, а не Бога, тогда все в этом мире страдает. Вы хотите знать, почему, что происходит на Ближнем Востоке? Вы хотите знать, почему все эти события, эта сумасшедшая погода, и землетрясения, и тайфуны, все это результат Божьих людей, не просыпающихся к своим целям, и человечество, которое не поклоняется. Пока человечество не осознает, что оно было создано, чтобы поклоняться, и на той поры, пока оно не поклоняется, все в результате страдает. Когда вы читаете Римлянам 1, там приводится список грехов, один за другим, за другим, дела плоти, дела плоти, дела плоти. И все эти грехи являются прямым результатом неправильного поклонения. Тогда проблема, значит, в поклонении. Оно является центральным аспектом в Библии. Нет ничего более важного для проповеди, чем поклонение, что касается человеческого призвания свыше. Нет большего, ни вера, ничего больше. Потому что все это приходит из поклонения. Потому что, когда мы поклоняемся правильно, наша вера правильно. Когда мы поклоняемся правильно, наше сердце правильно. Когда мы поклоняемся правильно, наша жизнь правильно. Когда ты поклоняешься, Бог изменяет твой жизнь. Когда ты поклоняешься, твоя молитвенная жизнь становится централизованной. Когда ты поклоняешься, и ты получаешь видение Бога. Когда ты получаешь правильное видение Бога, и ты видишь Бога так, как Он решает показать тебя. Когда ты начинаешь превозносить Его, и когда ты начинаешь расставлять все в перспективе, Основываясь на Боге, все Люди, которые поклоняются, не страдают от низкой самооценки Людям, которые поклоняются, не нужен Прозек или Рипли Они не тратят тысячи долларов на терапию Потому что, когда ты приходишь в вожье присутствие Не может быть, чтобы ты говорил ему, кто он, а он не сказал тебе, кто ты Самый высокий уровень самоубийств среди нашей молодежи Потому что мы развлекаем их, но мы не учим их быть поклонниками Недостаточно просто добиться хороших ощущений, вы, молодежь Когда вы выходите отсюда, вы должны выходить отсюда, увидев Бога в том свете, в котором вы его еще никогда не видели Вы должны распознать, что твой голос важен И как бы ни была великолепна музыка здесь, она ничто по сравнению с тем С тобой и тем, как ты возносишь свой голос Ты, может быть, не умеешь петь, как эти культмассовые заводилы Может, ты не знаешь свою ноту, может, ты не умеешь кучать по барабанам или играть на гитаре Но когда ты возносишь свой голос и говоришь Богу, я люблю тебя Он жаждет слышать твой голос Он жаждет слышать твое поклонение И без него чего-то не хватает Это абсолютно критично для его присутствия Абсолютно критично Мы должны быть поклоняющимися творениями Итак, Библия говорит, что они несли ковчег завета Он взыскал Господа Он хотел знать Бог, чего ты хочешь И когда... и ковчег завета упал Из-за того, что он недостаточно далеко вернулся в прошлое, в историю Пойми, когда мы хотим поклоняться правильно Мы должны поклоняться так Как Бог хочет, чтобы мы поклонялись Прежде всего, позвольте мне сказать кое-что о поклонении Поклонение сфокусировано на Боге, не на людях Нас не волнует, что вы хотите услышать Нас волнует лишь, что он хочет услышать Поклонение создается не для того, чтобы вас сюда привлечь Оно создано, чтобы привезти его сюда Если это правильное поклонение Оно хрифтоцентрично, а не человекоцентрично Поэтому ты к ним не прилагаешься И поэтому мы должны различать поклонение От просто музыки И служения Потому что они оба необходимы Но не оба являются частью поклонения Не все, что мы делаем в церкви, это поклонение Что-то служит нам И отвечает на наши нужды И оно создано Для этого и это необходимо Но также есть звук Который создан, чтобы пришел Бог И когда Бог слышит Он слушает, чтобы его люди признали его Он слушает, узнали ли его люди его И когда он слышит этот звук Он выступает с небес Библия говорит Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля Хотите знать его адрес? Почтовый ящик хвала Когда ты поклоняешься и славишь Именно там Бог живет Он живет в хвале Римлянам 1 говорит Из-за того, что человек Не евхаристичен Или доксологичен Или из-за того, что он не воздает благодарение Богу И из-за того, что он не воздает Богу славу Понимаете, когда мы не благодарим Бога И не воздаем ему славу Вторичное последствие этого Все страдает И так есть некоторые предпосылки Его присутствия Если вы хотите иметь Бога в своей жизни Если вы хотите иметь Бога в своей церкви Если вы хотите иметь Бога в своей молодежной группе Если вы хотите иметь Бога, вы должны взыскать Его. Вы не будете сидеть и исследовать статистику, и смотреть, что работает. Нет. Поклонение никогда не содержит в себе. Никогда не содержит в себе популярную точку зрения того времени. Иногда хвала кажется старомодной, потому что она не всегда встречает нас там, где мы есть, потому что она всегда бросает нам вызов встретить Бога там, где Он есть. Мы всегда хотим, чтобы Бог снизошел к нам, но Бог бросает нам вызов подняться туда, где Он находится. И поэтому, когда мы поклоняемся, когда мы начинаем искать Бога, мы должны понимать, что поклонение богоцентрично, что оно не наш путь, это Его путь, что ты хочешь слышать, Бог, что тебе нужно, чего ты ищешь, чего ты жаждешь, что приведет тебя в наше присутствие, что приводит тебя на служение, что необходимо, чтобы Бог явился здесь. Итак, Библия говорит, что Он послал, чтобы принесли ковчег заведа, когда завед несли, и Он упал, и когда Он упал, Он запротянул свою руку прикоснуться к Нему, спасти Его, рискнуть, сделать то, что было необходимо, чтобы присутствие Божье не упало. Позвольте сказать вам кое-что. Оза прикоснулся к Нему, потому что Он был сыном Авинадава, и ковчег заведа был в доме Авинадава 20 лет. Послушайте меня, это очень важно. Из-за того, что ковчег заведа был в доме Авинадава 20 лет, Оза был рядом с Ним, поэтому он привык к присутствию Божию. Сегодня я сильно опасаюсь того, что это поколение, что мы привыкли к присутствию Божию. Я не думаю, что мы уже благоговеем перед Богом, как нам следует, что иногда это что-то, это что-то, что просто происходит, и что мы просто ожидаем, что это произойдет автоматически, и однако я верю, что хвала важна для Божьего присутствия. И если Бог является, это не случайно, а из-за того, что мы сделали нечто особенное, чтобы привлечь Бога туда. Библия говорит в 15 главе, что они не взыскали Бога, как должно. Они не искали Бога так, как Он того хотел. Они искали Бога согласно тому, что они думали Он хотел. И поэтому, когда мы хотим Божьего присутствия, оно приходит лишь тогда, когда мы делаем эту инвестицию, задав вопрос, Бог, чего ты хочешь здесь? К чему ты привык? Что будет вписываться в величие Твоего имени? Что будет вписываться в величие Твоей славы? Что необходимо и способствует Твоему присутствию? Что способствует присутствию Божию? Есть предпосылки для Божьего присутствия. Бог не является случайно. Бог является, потому что люди голодны и со страстью стремятся к Нему. Когда мы со страстью стремимся к Нему, люди будут вторичным следствием Божьего присутствия. Люди никогда не должны быть причиной того, что пастор начинает церковь. Люди никогда не должны быть причиной того, что кто-то призван к служению. Люди никогда не должны... И вы мне скажете, а как же насчет людей тогда? Да, люди — это всегда вторичное следствие поклонения. Я никогда не забуду, пару месяцев назад я был на конференции, и пастор сказал, перед тем, как мне выйти, пастор говорит, «Теперь время для самой важной части служения, для проповеди». И я сказал ему, я сказал, «Я обязан не согласиться с тобой». Проповедование — это не самая важная часть служения. Хвала — это самая важная часть служения, потому что проповедь — это вторичное последствие греха. Я должен сегодня проповедовать, потому что человек вчера согрешил, дабы через глупость проповедования мы могли обратиться. Но если бы человек не согрешил, он по-прежнему был бы обязан поклоняться. И поэтому поклонение более важно, чем что-либо, потому что ты можешь иметь церковь без проповеди, но ты не можешь иметь церкви без хвалы. Ты многое можешь сделать без проповеди, но ты ничего не сможешь сделать без хвалы. Хвала — это требование. Это то, что необходимо. Это то, что отличает человека от зверей. Это то, что отличает нас от ангелов. И именно поэтому мы были сотворены, потому что у ангелов нет выбора, кроме как славить. Их голосовые органы были созданы лишь говорить «святый». Если бы они жаждали и хотели попросить стакан воды, прозвучало бы «святый». Если бы они хотели сказать тебе «я устал», получилось бы «святый». Это все, что они знают. Они не могут больше ничего сказать, но те из нас, кто имеют волю, именно это отличает нас от всех остальных. Когда Бог сотворил человечество, Он сотворил нас по своему образу и подобию. И для того, чтобы действительно дать нам свой образ и подобие, Он должен был дать нам свободную волю. Он вынужден был дать нам свободу, выбирать его прежде всего. И теперь, смотрите, опасность того, что нам дана свободная воля, в том, что иногда мы решим не поклоняться. Иногда мы решим не любить Его. Но когда мы приносим Ему поклонение, мы поклоняемся Ему не потому, что Он заставляет нас, но потому, что из всего, что было сотворено, мы, как результат нашего интеллекта и осознания, из-за того, что мы не тупые животные, мы думающие творения, мы люди, которые понимают таинство Божие. И как результат нашего интеллекта, когда мы думаем о том, что Бог сделал, когда мы понимаем, что Он сделал, тогда мы начинаем предлагать Ему поклонение, мы начинаем приносить хвалу и славу Его имени, и Он является. Он приходит не потому, что мы разбавили служение двумя-тремя песенками, но потому, что превыше всего мы хотим Его. Превыше всего мы хотим Его. Вот вокруг чего это все вращается. Речь не о том, чтобы быть здоровым. Речь даже не о том, чтобы быть здоровым. Речь о том, чтобы привлечь Его туда. Говоря, Бог, если ты, здесь все остальное получится. Если ты появишься в моей жизни, то все остальное будет нормально. Это посвящение. Я пришел из Восточной Православной Церкви, из отцветвления, которое называется Ориентальная Православная Церковь, и большинство из вас сможет оторваться в моей церкви. Большинство из вас, вы думаете, что вы славите, вы ничего не знаете о хвале. Вы думаете, что все эти танцы, и далее мы не привыкли к этому, но в нашей церкви у нас даже лавочек нет. Мы не позволяем людям садиться в нашей церкви, потому что, когда ты приходишь в нашу церковь, и сидишь во время поклонения, это не вписывается в величие того, кому мы поклоняемся. Пойми, царь пришел в свой дом, и когда царь входит, все встают. Меня не волнует мусульманин ты или буддист, ты встой тоже, потому что это царь. Если ты не встанешь сейчас, ты преклонишься позже, но в конце концов, ты все-таки поклонишься ему. Пойми, если президент входит, меня не волнует русский ты или китаец. Может быть, это не твой президент, но если он входит в дом, ты встаешь, чтобы почтить его. И поэтому в нашей церкви мы не даем людям выбора. Мы говорим своим людям, когда вы приглашаете кого-то, вы научите их, прежде чем они придут в церковь. Дорогой, когда я встану, ты встанешь. Когда я поклонюсь, ты поклонишься. Когда я подниму руки, ты поднимешь руки. Ты будешь подстраиваться, пока не поймешь сути, потому что ты в присутствии царя. Когда я иду в свой дом, я буду делать то, что ты хочешь. Но когда мы входим в его дом, мы делаем то, что он хочет от нас. Выбора нет. Больше всего нам нужно его присутствие. И некоторые из вас спрашивают, почему надо быть таким строгим? Так ли это необходимо? Это абсолютно необходимо. Верим ли мы, что царь, царей и Господь, Господь выбирает пребывать в слове своего народа? Абсолютно. Приходит поколение молодых людей. Молодежь. Бог пробуждает вас к новому уровню. Он пробуждает вас к такому состоянию, где превыше всего, где единственное, что важно, это Он. Приходит Дух. И влияние Бога на вас. И это не будет уже настолько о том, что мы думали раньше. Есть вопль в сердцах Божьих людей. Превыше всего. Но ведь сказал, одного хотел я от Господа, и этого буду искать. Могу я сказать вам кое-что? Если вы молитесь, и ваш молитвенный список содержит более одного пункта, вы молитесь о слишком многом. Твой молитвенный список должен быть уменьшен, чтобы найти одну вещь и стремиться к этому одному. И когда это та, единственный пункт, это Бог. Все остальное будет приложено к тебе. Тебе не придется называть и разглашать машину. Тебе не придется верить о чем-то еще. Когда ты ищешь Бога, Он знает, что тебе нужно. Он принесет свое обеспечение. Он принесет исцеление. Он принесет освобождение. Он принесет излияние. Когда ты ищешь Его присутствие, остальное появится. Нам нужно поколение, которое ищет Его присутствие превыше всего. Люди Божьи, которые поглощены страстью по Божьему. Люди, которые говорят, больше всего я хочу тебя. Это страсть по Богу. Это то, о чем мы взываем к Богу. Библия говорит, что Давид хочет принести ковчег завета. Ковчег падает, он прикасается к нему, и он умирает. Он умирает, потому что он привык. Он умирает, потому что присутствие Божье стало настолько привычным, что он подумал, что он может ему помочь. Могу я послужить вам сегодня? Присутствие Божье не приходит на спинах тупых животных. Оно не приходит на спинах программ. Оно приходит, когда человек понимает ответственность и чувствует вес его присутствия. Когда они осознают, что если Бог будет здесь, Он будет здесь, потому что мы бесконечно заинтересованы в Нем. Мы бы желали привезти Его сюда. И Он сидит на небесах, и Он ждет, когда люди начнут признавать Его. Каждое воскресенье, когда я провожу литургию в моей церкви, есть молитва, которой мы молимся, когда я стою перед присутствием Божьим, и там говорится, «О Бог, Ты вознес меня среди херувимов и серафимов. Ты возвел меня во святое святых». Когда вы понимаете, что Бог приводит нас, человеков, из рядов простых смертных людей, и Он возносит нас до такого места, что даже ангелы задаются вопросом, «Как может этот человек быть более заметным, чем я?» Он даже не умеет петь. Он где-то между... Он звучит, как бензопила. И однако Бог хочет слышать наше поклонение. Он хочет слышать нашу хвалу, потому что она уникальна, потому что это нечто высчитанное, принятое решение. Когда мы пренебрегаем поклонением. Поклонение — это не то, что мы делаем. Поклонение — это то, что мы есть. Мы поклонники. Мы не просто поклоняемся. Мы становимся поклонением, чтобы все, что мы делаем, все, что мы чувствуем, исполнено этого уровня хвалы, исполнено этим уровнем славы. Итак, Римлянам 1 говорит, что из-за того, что мы поклоняемся Творению, более чем Творцу, все страдает. Прочтите Римлянам один. Один грех за другим, за другим, за другим, за другим. И это все потому, что мы не понимаем, потому что мы поклоняемся себе, поклоняемся вещам, более чем Богу. И Бог призывает это поклонение. Мне нужно, чтобы вы поклонялись мне. Поймите, что приходит сейчас поколение, которое будет настолько богоцентрично, что ничто другое не будет важно. Ничто больше не будет важно, кроме присутствия Божия. Ничто больше не важно, кроме Бога. Сегодня наше стремление по Богу. Это как крик ранней церкви, и в первом, и во втором веке Людей, которые настолько стремнились и жаждали Бога, что они выходили в пустыню Их называли отцами пустыни И они просто жили там в одиночке в пустыне 24 часа, 7 дней в неделю, лишь прославляя и воспевая песни Богу посреди пустыни Просто говоря, Бог, ты все, чего я хочу, все, чего желаю Я знаю, это кажется нам бессмысленным Потому что больше всего теперь мы хотим обрести людей И мы придумываем великие способы евангелизировать людей И нам нужно завоевывать людей, потому что люди идут в ад И это абсолютно верно, людей надо спасать Мы должны служить поколению, но они жаждут чего-то большего, нежели просто хорошие проповеди Есть что-то в них, что говорит, если я просто иду в церковь, чтобы изменить свою жизнь С таким же успехом я могу стать мусульманином Потому что мусульмане живут свою жизнь лучше, чем христиане Что касается так называемой святости, они победили нас Но реалия в том, что у нас есть то, чего нет ни в какой другой религии Мы единственная религия, где есть Бог во плоти Что когда мы не смогли быть как Он Он возлюбил нас настолько, что Он сказал Я хочу, чтобы вы были подобны Мне, но вы не можете быть подобны Мне, как Богу Поэтому Я стану подобен вам, чтобы вы смогли таки быть подобными Мне Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы Сыны Человеческие смогли стать Сынами Божьими Что происходит, когда человек поклоняется? Бог возжигает пламя в нас Библия говорит, что когда Бог погрузил Адама в глубокий сон, открыл бок, вынул ребро и сделал совершенную невесту Библия говорит, что Бог погрубил его в глубокий сон Пойдете домой, почитайте сами Библия нигде не говорит, что Бог разбудил его Нигде Почему? Потому что после этого действа Человек согрешил После этого действа Человек согрешил, но была часть в человеке, которая никогда не была осквернена Есть часть в человеке, с которой враг, чего бы он ни делал тебе Есть часть тебя, которую он никогда не достигнет Есть часть в тебе, о которой Бог говорит, что она никогда не будет осквернена Она спит Именно поэтому Библия позже говорит нам Просни из дремлющей и спящей И когда ты поклоняешься, ты возжигаешь пламя, который был убавлен в тебе Этот маленький факелок, который был в тебе еще со времен Адама Который ждал, чтобы ты начал поклоняться И когда ты начинаешь поклоняться в духе Пневма В дыхании В дыхании Божьем Это легкое дыхание Духа Святого Выжигает пламя, которое в тебе И внезапно страсть по Богу поглощает тебя Один из великих отцов пустыни, о которой я рассказывал вам раньше Один человек пришел к нему и сказал Я молюсь, я пощусь, я делаю все, что ты говоришь нам Все, я все сделал правильно Что я еще могу сделать? И этот великий отец пустыни поднял свою руку И его рука сверхъестественно превратилась в пламя И он сказал, стань пламенем После всего, что мы делаем После всего, что мы делаем После всего правильного Живем правильно, молимся, постимся, верные даем Платим десятины, остаемся постоянно Приходим в церковь, участвуем в вере и жизни церкви В конце концов, мы должны быть поглощены Богом Мы должны стать поглощенными им Чтобы ничего не осталось, кроме Бога Ничего не осталось Вот что будет отличать нас от всех остальных Что будет стремление и страсть по Божьему Подобных, каким никогда не было раньше Поймите, на нас лежит великая ответственность На этом поколении лежит великая ответственность Показать этому миру, как никогда прежде Что есть Бог, который поглотит нас И что есть Бог, который достоин этой жертвы жизни Итак, что это значит? Мы хотим Божьего присутствия Библия говорит, что они не взыскали Бога Согласно нужного порядка Если ты хочешь Божьего присутствия Этого недостаточно, что ты хочешь Его Ты должен хотеть Его так, как Он хочет, чтобы Его искали Поймите, проблема в том, что большинство из нас хочет Песни, которые нравятся нам Песни, которые говорят к нам Песни, которые ритмичны и быстры Или песни, которые медленны Что бы там ни было Но мы должны спросить Бога Чего ты хочешь услышать сегодня? Поймите, Божий вкус не наш вкус И что говорит к нам, не всегда говорит к Богу И снова момент в том Бог, чего хочешь ты Когда Бог является центром твоей жизни Когда Он, это все, чего ты желаешь Ничего больше не важно И поэтому мы должны выстраивать себя С Божьими целями и Божьими планами Для нашей жизни Итак, Библия говорит, что Давид поднялся Ковчег Завета упал Он назвал место поражением Озы Давид испугался Поместил ковчег в доме Авидара В 15 главе Библия говорит Он хочет принести его И он возвращается в историю Он еще глубже уходит в историю Понимаете, проблема церкви в том, что Мы готовы вернуться на 100 лет Мы вернемся на 400 лет назад Но мы должны вернуться к неодеяний Если вы хотите знать, как поклоняться Вы должны вернуться до того момента Где эти люди со страстью жили в поисках Божьего Быть свидетелем Когда Библия говорит быть свидетелем Это то же самое слово, что и быть мучеником Быть мучеником, быть свидетелем Дойти до такого места, где твоя жизнь Ничего больше не значит Быть свидетелем Бог никогда не призывал нас свидетельствовать Вот они мы Мы пойдем на перекресток и будем свидетельствовать Это не то, к чему Бог призвал нас Бог призвал нас быть свидетельством Когда наша жизнь выделяет качество, а не укор Когда наша жизнь выделяет качество, а не мучение Когда наша жизнь выделяет качество, а не гонение Не тогда, когда мы гонимы Из-за того, что у нас на машине наклейка Иисус И у нас рыбка на машине или на столе Но когда сама твоя жизнь заставляет людей гнать тебя Из-за того, что она настолько радикально отличается от их жизни Можете себе представить, что всего сто лет назад И большинство из нас не знают этого Но лишь сто лет назад было убито несколько миллионов армян За Евангелие Турками Несколько миллионов армян Четверть миллиона сирийских христиан были замучены мусульманами Но мы ничего не слышим об этом Замучены, потому что они были христиане И из-за того, что они любили Бога Пойми, всегда было поколение, которое платило за Евангелие своей кровью Проблема с американской церковью в том, что мы избалованы Мы хорошо живем Мы забыли цену его присутствия Мы привыкли к Богу И Бог хочет бросить тебе вызов этому поколению Не привыкай к нему Огонь, который у тебя есть сегодня, не потеряй его Никогда не становись настолько старым и настолько приспособившимся Никогда не говори, что ты знаешь все Что присутствие Божье это то, чего ты больше не ценишь Всегда осознавай, что Бог приходит, потому что ты имеешь бесконечный интерес в Нем Всегда знай, что по этой причине ты приходишь в церковь раньше И ты не уходишь, пока не скажет последний аминь Меня ошеломляет сейчас, как люди могут сегодня приходить Когда они хотят уходить, когда они вдумаются Приходить поздно, уходить рано И ходить, разговаривать и делать всяческие вещи Из-за того, что присутствие Божье не приоритетно Когда присутствие Божье приоритетно, ты сидишь там, потому что ты понимаешь Что Бог там не потому, что проповедник там Бог там не потому, что епископ там Или старейшина там, или пресвитер там Бог пришел не потому, что группа прославления пришла Бог там, потому что все мы являемся частью хора Я думаю, что наши хоры сбили нас с толку Потому что мы ожидаем, что они принесут присутствие Божье Наша группа прославления сбили нас с толку Потому что мы ожидаем, что они принесут нам присутствие Божье Но все мы являемся частью команды прославления У нас у всех есть ответственность призвать Бога на это место. Поклонение изменяет вещи. Поклонение заставляет человека перерасмыслить положение. Когда ты поклоняешься, враг оставит твою жизнь. Избыток бесовской деятельности в жизни верующего, избыток того, что мы называем духовной бранью, битвой, когда ты вынужден разбираться с постоянной похотью плоти и постоянными мыслями, с которыми ты воеешь, все это результат того, что ты не утвердил аспект поклонения. Когда аспект поклонения установлен, когда аспект поклонения определен в твоей жизни, все уходит, все совершается. Библия говорит в книге Галатам, что плоть желает противного духу, и там продолжается и говорит, что дух желает противного плоти. Есть желание по-божьему, равное желанию плоти. Эпистомия на греческом обозначает желать, похоть, стремление. Оно не имеет негативного оттенка в греческом уме. В греческом разуме это не обозначает что-то обязательно отрицательное. Оно значит лишь желание. И что ты делаешь с этим желанием, делает его правильным или неправильным. Так же, как мы похотливы к плотскому, мы должны быть похотливы к духовному. Мы должны хотеть духовного. Мы должны желать духовного. Когда мы желаем плотских вещей, они поглощают нашу жизнь. Те из вас, кто влюбился, будучи подростком, а у вас здесь большинство подростки, и ты влюбился, и ты подросток, и ты сидишь в школе, и ты видишь молодую девчонку, или ты видишь молодого парня, в котором ты влюбилась, и ты сидишь в школе, и ты пишешь его фамилию и свое имя, просто чтобы посмотреть, как это смотрится. Тебе 14-15 лет, у тебя нет работы, и ты пытаешься нарисовать кружочки, и маленькие сердечки, и пишешь на своей тетради, и выхарапываешь, потому что всю ночь ты на телефоне, ты звонишь ему, он звонит тебе. Ты не говоришь, ты просто сидишь там. Пять утра, или два часа утра. Ты все еще там? Ага. Ты все еще там? Ага. Ты клади трубку. Нет, ты клади трубку. Нет, ты клади трубку. Нет, ты клади трубку. Хорошо, мы досчитаем до трех, и тогда оба кладем трубку одновременно. Раз, два, три. Ты все еще там? Ага. Ты все еще там? И точно такое же стремление, точно такое же стремление по Богу, то же самое стремление, которое у тебя есть к людям, то же самое стремление, которое у них есть. Реалия в том, что ты готов сидеть на телефоне в тишине, и услышь меня тихо, просто знать, что он на другом конце. Ты засыпаешь. Ты опускаешь трубку, идешь, жаришь курицу, возвращаешься, ты все еще там? Ага. Мы готовы платить эту цену? Потому что мы так любим, мы так стремимся, мы так хотим этого человека, мы жаждем этого человека просто знать, что он там. И однако, Бог, у нас нет на него времени. Иногда нам просто надо сказать, просто закрыть дверь, и просто... Бог, я не знаю, что сказать. Но ты все еще там? Ага. Ты клади трубку, я не положу. Я скорее засну, чем положу трубку. Пойми, Бог хочет такой же страсти по Божьему. Такого же желания, того же стремления, того же, что Бог... Вот чего Бог требует от этого поколения. Вот о чем вопиет мир. Вот о чем церковь вопиет, и вот к чему призвал нас Бог. Вот что принесет единство в церковь. Когда мы начинаем поклоняться Богу, и Бог становится центром нашей церкви, Павел говорит, я положил ничего не знать среди вас, кроме Христа, и притом распятого. Вот что должно стать определением. Единственное, что я хочу знать о тебе, это знаешь ли ты его. Может быть, мы поклоняемся по-разному. Павел сказал, никого не суди в твоем поклонении. Может, мы по-разному поклоняемся. Может быть, разные стили. Всегда были разные стили. Если вы пойдете в ранние ветви церкви, танцы — это не новость. Барабаны — это не новость в церкви. Мы думаем, что это все началось с Азумы, что это что-то новое. Но если вы отправитесь в Эфиопию, в церковь Тываэда, они танцевали и пророчествовали, и играли на барабанах уже две тысячи лет. В присутствии Божьем. В Эфиопии. Так далеко. В мусульманской обстановке сейчас. И однако они продолжают поклоняться Богу таким образом. Нет ничего нового. Ничто не нового под этим солнцем. И у русских свой собственный способ поклонения. И у греков. И антиохийцы. И сирийцы. И хотя у каждого из них свой собственный стиль. Есть американская церковь, у нее свой собственный стиль. Есть разные стили, но они собраны вместе. Пойми, вопрос не столько как... Вопрос в том, кто... Вот в чем вопрос. А о моем как можно отраковаться, если мое кто правильно поставлено? Поймите, приходит час, когда истинные поклонники будут поклоняться ему в Духе истине. Мы должны поклоняться ему. И он ведет нас во всякую истину. Он ведет нас на место, если наше поклонение правильно. Он ведет нас туда, где нам надо быть. Но если наше поклонение сбито с толку, если наше основание не верно, если его присутствие там нет, то он не сможет нас никуда привести. Более всего нам нужно сделать вложение в обретение Божьего присутствия. Позвольте мне... Давайте быстренько откроем Матфея 4. Я хочу быстренько поделиться с вами этим отрывком, когда я готовлюсь подвести итог. Мой первый итог. Хочу прочитать вам отрывок Писания, который так важен для поклонения. Бог создает внутри всех нас стремление к Божьим вещам. Итак, в Матфея 4 Дьявол искушает Иисуса. Пойми, есть предпосылки для его присутствия. Он искушает Христа снова и снова и снова. Он борется и оспаривает момент, спрашивает, чего ты хочешь, к чему ты призван. Если ты Сын Божий. Если ты Сын Божий. Если ты Сын Божий. Понимаешь, враг всегда будет атаковать тебя через то, кто ты такой. Пойми это. Он всегда влезает к нам со своим. Если ты такой, то такой, то. Действительно ли ты христианин? Действительно ли ты христианин? Верующий ли ты? Если бы ты был верующим, ты бы тогда... И мы всегда должны быть способны преодолеть ложь врага, которая заставляет нас усомниться в том, кто мы есть во Христе. Это была ложь, которую он сказал женщине в саду. В день, когда съедите его, будете как боги. Понимаешь, если бы она знала, что она уже была создана по образу Божию, она никогда не стала бы этого есть. Она съела, потому что она забыла, кто она такая. Пойми, до той поры, пока мы не знаем, кто мы такие, у врага есть законное право атаковать нас. Но когда мы знаем, кто мы такие, тогда вражеские толпы молчат. Смотрите теперь, с Иисусом, он обращается к аспекту пищи. Преврати это в хлеб. Обрати эти камни в хлеб. Иисус отказал ему в этом. Спрыгни с горы. Написано, не искушай Господа Бога твоего. И вот теперь все приходит к настоящему аспекту. И сатана говорит ему, повел его на высокую гору, показал ему все царства земные, стих 9 говорит, и говорит ему, «Все это дам тебе, если Пааф поклонишься мне». Смотрите, вот чего в конце концов он хочет. Вот в чего в конце концов хочет дьявол, и вот чего в конце концов хочет Бог. Война всегда шла за поклонение. Кого признают. Вот в чем настоящая духовная битва. Дьявол не хочет в наше городок. О, есть принц, вы контролирующий дух на Нэшвилла. Дьяволу не нужен ваш Нэшвилл. Есть дух над нашей школой. Ему не нужна ваша школа. Ему нужно ваше поклонение. Ему нужно ваше признание. Ему нужна ваша хвала. То есть в конце концов, он говорит, «Под ней поклонись мне». Иисус отказывается поклониться ему. Послушайте, что Иисус сказал, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйте, и ему одному служи». Стих 11. «Тогда дьявол оставил его». Мне нравится этот стих. Когда Иисус утвердил вопрос поклонения, дьявол ушел. Если дьявол не уходит, это потому что вопрос поклонения не утвержден. Избыток бесовской деятельности — это знак того, что ты не предупредил дьявола. Ты можешь делать, что хочешь. Одного ты никогда не получишь хвалы. Ты можешь воевать со мной, ты можешь забрать мою машину, ты можешь забрать мою семью, ты можешь забрать мой дом, но то, чего ты никогда не получишь из этих уз, это признание, славы, поклонения. Это принадлежит Богу. И только Бог получит мое поклонение. Вот что три еврейских мальчика сказали, когда их кидали в огонь, и они вышли оттуда. Хотя Навуходоносор сказал, «Подвините и поклонитесь». Они сказали, «Поклонение не принадлежит тебе, поклонение принадлежит лишь Богу». Никто больше его не получит, кроме Бога. И поэтому, когда больше ничего мы не можем делать, мы отказываемся признать кого-то или что-то, кроме славы Божьей. Когда это поколение встанет и скажет миру, и скажет правительству, и скажет врагу, ты можешь делать, что тебе вдумается, но ты не получишь хвалы, потому что наша хвала и наше поклонение принадлежит Богу. И не важно, что говорит дьявол, что говорит враг, что мир говорит. Наша слава и наше поклонение, наша евхаристия, наше благодарение принадлежат Богу, и лишь Богу. Скажи кому-то, «Это принадлежит лишь Богу». Это поколение встанет, чтобы начать поклоняться Богу, как никогда прежде. Они начнут поклоняться Богу, потому что они осознают, что они были созданы, чтобы быть творениями поклонения. Сначала разберись, зачем Бог сотворил таки человечество. Зачем делать их, если ты знаешь, что они упадут? Зачем делать человека, если ты знал, что он согрешит? Потому что на небесах была вакансия. Вы когда-нибудь задумывались, зачем Бог сотворил человека? Вы задумывались вопросом, зачем нас было делать, если он знал, что мы сделаем то, что мы делаем? Потому что была вакансия. Потому что падение Люцифера было до сотворения человека. Прежде чем Бог сотворил человека, пал Люцифер. И это была ответственность Люцифера, поклоняться Богу. И когда Люцифер, из-за гордости, из-за того, что он стал самоцентричен, вместо того, чтобы быть богоцентричным, из-за того, что он хотел получить честь и славу, когда он хотел быть популярен, когда он хотел быть чудесным, Нам нужно ограждать себя в этой сфере великого успеха в служении, или великого успеха в чем-то еще, потому что гордыня нас никогда не наплетает. В любое время мы не должны оказаться настолько поглощены проповедованием и продукцией, и бизнесом, и коммерцией, которая связана с ним, что мы забудем настоящую причину, к чему мы были призваны, что же за суд скрыта в нас, что в конце концов в Божьем, что мы созданы лишь для Божьего. И это единственное, когда это проявляется, когда мы показываем, что мы поклонники прежде всего, и все остальное вторично. Я не великий проповедник, я великий поклонник. Нет такого понятия, как великий проповедник, есть только великие поклонники, есть только великие люди, которые любят Бога. Нет такого понятия, как великие певцы, им надо быть лишь великими поклонниками. Люцифер пал. Почему он пал? Потому что он был горд, потому что он был надменен, потому что он хотел славы, потому что он хотел признания, потому что он хотел раздавать свои визитки. Потому что он хотел, чтобы он... Он хотел построить свой кампус. Потому что он хотел быть популярным. Потому что он хотел себе всякого признания. И он пал. И появилась вакансия на небесах. И Бог смотрит. И Бог говорит, «Я создам кого-то еще, чтобы мне поклонялись. Кого-то, кто займет эту вакансию. И я обустрою так, что они, если они тоже падут, я уже сейчас побеспокоюсь о решении для них, раньше, чем они упадут. Поэтому, прежде чем я создам человека, я должен войти в завет с моим сыном. Пойдет ли он и заплатит. Пойдет ли он вниз и предложит ли идеальную жертву хвалы. Потому что это для семитского ума, или для восточного мышления, когда речь идет о кресте, не столь вопрос, что Иисус заплатил выкуп. Потому что это было бы свирепо. Платить выкуп, значит, что мы были заключенными. Мы не были заключенными Бога. Мы были пленниками врага. Поэтому выкуп надо было платить не Богу. Это была совершенная... Его жертва на Голгофе была совершенным предложением хвалы и поклонения. Итак, вот на небесах вакансия. У Люцифера есть вакансия. И теперь Бог дает нам некоторую ответственность. Он творит человека и дает решение для его освобождения, чтобы, если он упадет, у него был доступ обратно к Богу, чтобы больше уже не было момента, когда Бог не получит хвалы, которая принадлежит ему. От людей, которые решат поклоняться, потому что они были созданы, чтобы поклоняться. И так он начинает с искупления. Он начинает с избавления. Чтобы даже когда мы рождены в этот мир, и когда мы все-таки грешим, чтобы через покаяние и через крещение мы приходим в Царство Божье. И мы можем... У нас есть обеспечение, чтобы вернуться и предложить поклонение. Вы знаете, почему так важно, чтобы мы поклонялись? Вы знаете, почему дьявол ненавидит, когда вы поклоняетесь? Потому что каждый раз, когда вы поклоняетесь, вы напоминаете ему «Эй, балбес, это был ты». Раньше этим ты занимался. И больше ты не можешь этого делать. И я заменил тебя. И я даже не настолько хорош, насколько ты был хорош, но Бог предпочитает слышать мою песню, а не твою. Он предпочитает слышать мое поклонение, а не твое. Потому что вот для чего я был сотворен. Я был создан признавать и превозносить имя Божье. И вот для чего вы, молодежь, были созданы. Вы были созданы, чтобы поклоняться. И более всего, когда у нас есть поколение, которое старо и скрипит, и спорит, и убивает друг друга. У нас есть поколение сегодня, которое называет себя христианами, и они издеваются и разрушают друг друга. И они поглощены спорами то о том, то об этом. Нам нужно поколение, которое встанет и скажет, «Бог, мы не собираемся быть такими топтунами». Мы знаем, зачем мы были сотворены. Мы были сотворены, чтобы воздать тебе славу. Мы были сотворены, чтобы привознести тебя. Мы были сотворены, чтобы признать тебя. Мы были сотворены, чтобы благословить тебя. Мы были сотворены, чтобы привнести тебя. Мы были сотворены, потому что ты достоин хвалы. И мы знаем это превыше всего. Вот для чего мы были сотворены. И когда ты поклоняешь таким образом, когда ты поклоняешься, когда ты становишься поклонником, все встаем на ноги. Все встаем на ноги. Когда ты создан, чтобы поклоняться. Когда ты, прежде всего, понимаешь цель, ради чего Бог создал тебя. Есть предпосылки для Божьего присутствия. Первое. Бог, как ты хочешь явиться в моей жизни? Давайте освободимся от мышления, которое говорит нам, «Я хочу поклоняться Ему, по-моему». Одна чудесная вещь, которой я научился, когда я стал православным, это как найти то, чего ты хочешь от меня. Не то, как я хочу поклоняться Ему, но Бог, как ты хочешь, чтобы я поклонялся тебе. Потому что речь идет только о Нем. Речь идет только о Божьем присутствии. И когда Он приходит, больные исцеляются, связанные освобождаются, и грешники спасены. Когда Он приходит, смятенные освобождены. Прямо сейчас люди смотрят, мы помолимся быстро. Отец, во имя Иисуса, сделай всякого, кто слушает, настоящим поклонником. Помоги им поклоняться в Духе и Истине. Во имя Иисуса. Аминь.